Более подробно эту тему с Игорем Челенко обсудим. Это политолог и председатель Центра анализа и стратегии. Игорь, здравствуйте, рады вам. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Вот как раз более подробно о том, что уже озвучила Каролина, касательно заявления господина Остина, главы Пентагона, касательно дальнобойных ракет. И вот я зачитаю буквально очень короткий фрагмент, который хочется с вами сейчас обсудить и понять, что к чему. В свою очередь господин Остин сказал, что включая с дальнобойными ракетами, которые не являются решающими для полномасштабного российского вторжения в Украину. Ну, что какие-либо в целом ракеты, оружие. Я правильно понимаю, что это был намек как раз непосредственно на то, что разрешение на удары американским оружием вглубь территории Российской Федерации до сих пор остается на паузе? Ну, это свидетельствует и заявление Остина, и то, что мы слышали ранее от господина Кирби, от госпожи Сингх. Да, пока позиция Соединенных Штатов непоколебима. К сожалению, к сожалению. Хотя Украина сделала все, чтобы показать нашим партнерам необходимость данного разрешения, пойдя на беспрецедентные шаги, к примеру, предоставив полный список целей для поражения дальнобойным западным вооружением, которые могли бы спасти ни одну человеческую жизнь, ни одного украинца, наших гражданских. Но чем больше мы тянем с позитивным решением со стороны наших западных партнеров, в частности, Соединенных Штатов, тем больше в Российской Федерации есть времени атаковать наши города, посылать управляемые бомбы, спускать свою и тактическую авиацию, и не только. Но понятно, что, скорее всего, США подвязывают этот вопрос к возможности все-таки организации переговорного процесса. Но это полностью расходится с пониманием и обещаниями, и декларацией, что Украина должна зайти в переговорный процесс с сильной позицией. Именно предоставление разрешения соответствующего поможет Украине улучшить как раз продвижение путем обретения необходимого паритета возможностей. Но почему-то этого разрешения нет. И, понятно, Украина ищет альтернативные пути. Именно поэтому родилась, соответственно, Курская операция. Именно поэтому нам приходится интенсифицировать дроновые атаки и масштабами, и дальностью. Именно потому, что наши партнеры продолжают медлить. Там, где медлить просто не можно. Где каждый день, каждая неделя – это подарок Путину в его агрессивной войне против Украины. И вы говорите, и другие гости нашего эфира, чем дольше это решение затягивается. Я не то чтобы хочу к словам придираться, знаете ли, но это как будто бы намек на то, что рано или поздно это решение будет. Вот это выглядит как уверенность в том, что это решение в любом случае будет. Пытаются разуверить, конечно, наши противники в этом и весь мир. Но, тем не менее, как вы считаете, что является тем самым подходящим периодом непосредственно для Соединенных Штатов Америки для того, чтобы принять такое решение? И период ли здесь важен или персоналии? Ну, если говорить о персоналиях, то опять-таки, когда президент США Джо Байден вышел с предвыборной гонки, у него появился действительно исторический шанс закончить эту войну именно так, как он и озвучивал, организовав жесткое противостояние Путину. Поэтому вполне очевидно, что Украина пытается сейчас разными способами все-таки достучаться до овального кабинета, до Белого дома. И понятно, что мы будем продолжать это делать. Параллельно с этим обращу ваше внимание, на что реагируют наши партнеры. Вот, например, просто в голову не вписывающаяся трагедия, та, которая была в Полтаве, где ранеными и умершими, убитыми, было 383 человека после атаки на учебное заведение. И эта атака вызвала заявление со стороны Байдена. То есть, чем больше Российская Федерация сейчас будет усиливать свою атаку против гражданских, понятное дело, это все равно будет стимулировать Запад, менять свое мнение и свою позицию касательно дальнобойного вооружения. Но хватит, хватит обменивать человеческие жизни украинцев на время подумать. Надо принимать это решение и думать уже с точки зрения превентивного использования того или иного вооружения, для того, чтобы не позволять Путину творить те бесчинства, которые происходят на нашей земле. Игорь, также возникает следующий момент. А как тогда сейчас в целом можно еще больше повлиять на украинских союзников, для того, чтобы ускорить сопротивление сил обороны Украины, российской агрессии, ну и приблизить победу? Кроме данных, уже настроенных пакетов военной помощи, которые, кстати, сегодня выделили США. Ну, вполне очевидно, что мы должны интенсифицировать двустороннее сотрудничество. И, как по мне, подписанные десятки договоров о безопасности, о сотрудничестве в сфере безопасности, это отличный фундамент для проведения таких переговоров. Все те страны, которые объединились вокруг Ukraine Compact, мы уверены, что это близкие страны по духу, по тем ценностям. И они понимают, что сегодня защищает Украина. Здесь стоит не только вопрос выживания конкретной страны, либо конкретной нации. Вопрос стоит гораздо глобальнее, поскольку в Украине идет конкретно атака на западные ценности, на демократические стандарты. И понятное дело, что нашей дальнейшей открытой коммуникации, максимально широкой, мы можем все-таки получать результат. Я тоже надеюсь, что, например, вот, к примеру, как в Польше получили социологические данные, где 58% поляков хотят сбивать российские шахеды и ракеты, а не так, как полы. А польские военные думают, сбивать, не сбивать. НАТО говорит, ну, надо проконсультироваться, давайте поговорим. Хватит разговоров, необходимо действовать. Уже мы видим, что как раз общественное мнение может действительно менять, либо делать вот эти элементы стимулирования. И политики не должны бояться. Политики должны понимать важность момента, не допуская расширения возможностей нынешнего агрессора. По поводу того, что действительно и могут, и, может быть, мотивировать на какую-то большую смелость и решительность. А вот мне интересно даже не с точки зрения конкретной электораты, населения той или иной страны, а даже на уровне правительства. Например, помните, да, как в Британии сказали, да, мы, в принципе, и не против, чтобы Украина пользовалась нашим вооружением и на свое усмотрение, скажем так, и уничтожала военные цели на территории России. Но вот здесь вот было бы неплохо, чтобы еще и Соединенные Штаты это подтвердили. Безусловно, так, да. Но вместе с тем, как вы считаете, если образуется такая, не знаю, можно ли это назвать коалицией, но достаточно мощная группа из разных стран, которые готовы разрешить и увеличить поставки того вооружения, которое сможет уничтожать действительно качественно военные цели на территории России. Это ведь тоже такой неплохой сигнал и неплохая мотивация для Соединенных Штатов Америки, потому что ведь лидерство тоже важный аспект для США в том числе. Смотрите, тут на самом деле есть несколько путей. Это как продолжение поставок вооружения западных образцов, но есть и другой путь, который показала, например, Литва. И я хочу поблагодарить наших литовских друзей. Например, выделение, да, вроде небольшая сумма, там, 10 миллионов, но на что? На производство нашей ракеты-дрона Поленица. И это как раз там от 10 и выше можно сразу получить единиц данного вооружения. Я напомню, что украинский ВПК сегодня не загружен наполовину. Более 10 миллиардов долларов можно влить сейчас в украинский ВПК для того, чтобы производить украинское вооружение, которое позволит сегодня украинским силам обороны защищать не только Украину, но и западный мир от агрессора. Это один из путей. Конечно же, дальше вопрос идет о разных незадействованных до сих пор финансовых инструментах. Вот, например, в Соединенных Штатах. Как так получается, что 6 миллиардов долларов может просто сгореть до 30 сентября, если их не использовать на помощь Украине? По процедуре ПДА. Это же все абсолютно в полномочиях нынешнего президента Соединенных Штатов. Нужно действовать, а не опять говорить, вот поговорим с Конгрессом, как решить этот вопрос. Пожалуйста, мы еще даже не дошли до половины сентября. Нужно осваивать. Хотите, осваивайте на своих предприятиях американских. Загружайте их соответствующими контрактами. Но это нужно делать. Понимаете, мало сказать. Получили мы на последнем Рамштайне, говорят, пакет помощи от Соединенных Штатов 250 миллионов долларов. Красивая цифра. Хороший перечень того, что будет передаваться. Но когда это все будет, очень часто то, что оглашается, передается нам не неделями, а месяцами. Это все нужно ускорять, максимально оптимизировать. Если НАТО оптимизировало логистические пути для того, чтобы перекидывать, в том числе и военную технику, на восточный фланг, соответственно, Альянса, то почему нельзя использовать все эти логистические решения для ускорения предоставления помощи Украине? Таких вопросов действительно очень и очень много. Насколько сейчас сильна поддержка не только лишь союзников Украины, а и людей, граждан, которые находятся внутри стран. Ведь мы очень часто видим российские нарративы даже от некоторых европейских стран. Вот, по примеру, даже в Венгрии господина Орбана, либо господина Фитцо из Словакии, которые периодически, но постоянно, периодически чем-то, но пытаются засунуть палки в колеса так называемые. Ну, это не только Фитца, это не только Орбан. К сожалению, мы видим результаты выборов в двух землях, в Германии местных выборов, где серьезный результат получила альтернатива для Германии, где серьезный результат получает сила Сары Вагенкнехт, которые в унисон поют оды Путину, которые обещают прекратить помощь Украине. И вот, кстати, вот вам цена нерешительности Шольца. То, о чем говорили, что нужно быть твердым, твердым в своей позиции. Выходит ситуация, что оппозиция, то, понятное дело, будет критиковать состояние экономики, будет делать определенные наезды из-за миграционной политики. Но нельзя же разуверовать своих избирателей как раз недостаточной работой, в том числе и на внешнем направлении касательно поддержки Украины. Хотя, опять-таки, Германия очень много сделала. Она остается второй по мощности страной по объемам поставок. Но, тем не менее, где Таурусы? Те Таурусы, которые могли действительно спасти не одну жизнь наших граждан. Я хочу с вами еще обсудить визит Владимира Зеленского в Италию. Там будет встреча с предпринимателями, насколько известно. На что главным образом направлена эта встреча и что будет являться, скажем, главной такой договоренностью и достижением? Только ли это, скажем так, поддержка определенных отношений и сотрудничества? Или действительно речь идет о каком-то новом уровне? Ну, мы вообще сейчас действительно с Италией очень плотно сотрудничаем. Это, кстати, в том числе и благодаря нашему и подписанному соглашению в сфере оборонки. Но, тем не менее, я думаю, что речь будет идти не только о привлечении итальянского капитала в Украину с точки зрения восстановления нашей страны, с точки зрения инвестирования в нашу страну. Но вполне очевидно, что Италия все-таки является одной из стран большой семерки. И мы видим, что на самом деле есть вопросы о имплементации прошлого решения, а именно создании механизмов выделения 50 миллиардов евро кредита, которые будут обеспечены прибылью с российских арестованных активов. Мы уже об этом говорим со всех трибун, об этом и президент говорит, об этом говорит финансово-экономический блок правительства, Верховный Совет. И это как раз показывает, что необходимо сейчас ускорение как раз реализации тех решений, которые были приняты ранее. Ну и плюс, я думаю, что на самом деле, возможно, еще будет озвучена тема транзита газа территории Украины, поскольку была встреча президента Азербайджана Алиева с Джорджио Мелони, и они как раз обсуждали этот вопрос о возможности транспортировки азербайджанского газа европейским контрагентам. Возможно, эта тоже тема будет поднята, потому что она тоже интересна, соответственно, итальянским предпринимателям. Игорь, огромное спасибо вам, что вы нашли время присоединиться к эфиру. Игорь Челенко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий, был с нами на прямой связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.